Друзья, на свете очень много красивых городов, но есть один особенный город. Это жирный город. В нем живут самые обычные жирные жители, и, конечно же, полицейскую службу здесь тащат два самых обычных копа. Это жирный Джек и его дружок. Дружок, где дружок? Вот, жирный калек. Итак, эти два жирных копа дежурят в своем полицейском участке. Но, как только происходит пропажа какого-то жирного жителя, они отправляются в город, перетряхивают там каждую улицу и, конечно же, находят пропажу. Ну, а пока этого не случилось, они тихо, мирно дежурят в своем полицейском участке. Однажды жирный житель решил прогуляться по окраинам жирного города. Вот этот житель. Запомните его лицо. Он отправился на самую окраину. Тут к нему подвалила какая-то местная жирная шайка, после чего его очень долго никто не видел. Ну и, конечно же, наши жирные копы поспешили на помощь. Они отправились в самую гущу жирных каменных джунглей, перетрясли там каждую улицу и каждый дом. И, конечно же, нашли нашу пропажу. Но наши жирные копы, они не всесильны. Бывает и такое, что они дежурят в своем полицейском участке. Жирный житель отправляется на прогулочку по окраинам города и, конечно же, пропадает там. Как только жирные копы узнают об этом, они, конечно же, сразу бросаются к нему на помощь. Перетряхивают полностью весь город, но не находят ничего. Поэтому они берут под подозрение полностью весь город. А жирный житель так и остается лежать где-то в канаве на окраине жирного города. Итак, друзья, давайте разберемся, как выполняется фокус возвращения в жирный город. Итак, значит, для начала колоду можно потасовать и вам необходимо найти двух валетов. То есть рассказываем историю, можете придумать свою, можете мою взять. Значит, что здесь дежурят в полицейском участке два жирных копа, жирный Джек и его дружок, жирный Калек. Значит, с этими словами мы находим двух валетов. Значит, далее идет демонстрация того, как они действуют. Значит, когда пропадает житель, они отправляются. Далее делаем в Оль-Шарлье. Они отправляются в самую гущу нашего жирного города, перетряхивают его и, конечно же, находят своих пропащих. С этими словами вы долистываете до двух валетов. После чего вот этого верхнего валета берете на брейк, на него кладете оставшиеся карты и подснимаете. Значит, получается, сверху у меня валет и снизу у меня валет. Говорите, что два Джека дежурят в участке. Вы берете верхнего валета с второй картой и так вот кладете, да? Ну, главное, конечно, чтобы житель... Фу, блин, житель. Чтобы зритель не заметил то, что у вас здесь карта рубашечкой вверх лежит, то, что это уже не валет. Итак, далее вы говорите, значит, просите зрителя запомнить любую карту. То есть пролистывать начинайте с середины, потому что если начнете снизу, валет там мелькнет, да? Поэтому берем так вот с середины, начиная пролистывать, например, зритель остановил вас здесь, либо вы это делаете, как я делал в демонстрации. Показываем карту, зритель ее запоминает. Кладем ее наверх, но кладем ее на мизинчик на брейк. После чего я делаю подснятие раз. И делаю подснятие два. В результате карта у меня оказывается внизу, как раз под валетом. Вот это ваша шестерочка, да? Далее мы говорим, что когда это происходит, два жирных копа отправляются искать нашу пропажу. С этими словами мы берем этих копов, но берем аккуратно, чтобы они не разъехались. И делаем воль шарлье. То есть мы делаем воль шарлье, кладем туда джеков, точнее во этих копов. Говорим, что они перетряхивают полностью весь город и, конечно же, находят пропажу. С этими словами мы пролистываем карты и долистываем до того места, где, значит, между джеками, между копами находится карта. Эта карта, естественно, карта зрителя. Но, говорите вы, они не всесильны. С этими словами мы повторяем процедуру. Я снова кладу эти карты на этого вольта, на валета, подснимаю, наверху валет, внизу валет. Далее снова я говорю, что два копа дежурят в своем участке, что жирная жертва отправляется погулять. То есть повторяю полностью всю ту же самую процедуру, подснимаю раз, подснимаю два. Раз, вот он внизу, вот он валет. Вот эта карта. После чего мы говорим, что два копа снова, берем аккуратненько, да, так вот, отправляются в город. С этими словами мы нижнюю карту так вот мизинчиком подгибаем. Это как раз карта зрителя. Подгибаем, говорю, берем. Они, говорю, берут. Перетряхивают полностью весь город. После чего мы эту карту оставляем в руках, а этих валетов вот так вот раскладываем вместе с остальными картами. И говорим, что берут под позазрение весь город. А жирный житель где-то остается лежать. Вот и весь фокус. Продолжение следует...